Скажите, у вас часто такое бывает, что вот вам нужно сделать какое-то важное дело, написать там курсовую, диплом или какой-то проект по работе, а вы вместо этого уже час зависаете в Инстаграме или вот на Витебе, или опять же какое-то важное дело надо сделать, а вы вместо этого делаете просто все, что угодно, все остальные дела, затеваете генеральную уборку, я не знаю. Это, кстати, мой случай. У меня именно в те моменты, когда висит какой-то важный проект, просыпается во мне, знаете, такой повар-кулинар. Мне просто очень хочется сделать обед из трех блюд. Вот только в эти моменты, больше как бы особо никогда. В общем, как вы уже, наверное, догадались, мы сегодня с вами поговорим о прокрастинации и олене. И сразу же небольшая интрига. Одна из этих вещей на самом деле не существует. Ну что, поехали! Меня зовут Зайцева Ольга, я психолог, и я рада вас видеть на своем канале. Итак, лень и прокрастинация. Иногда эти слова употребляют как синонимы, иногда их как-то все-таки разделяют. Наверное, можно их разделить, сказав, что лень — это такой простонародный термин для обозначения отсутствия мотивации. Прокрастинация же — это, наоборот, научный термин для обозначения откладывания дел на потом. Ну и не быть мне, конечно, невеликим мистификатором, потому что интервью, которое я вам только что пообещала, я не смогу удержать до конца этого видео. Я вам скажу прямо сейчас, что именно лень не признается психологом. Считается, что она не существует, то есть это такой очень общий термин, который просто используется в такой обыденной повседневной жизни, и который на самом деле за собой скрывает очень много совершенно разных вещей. И об этом мы сейчас и поговорим, что, собственно, скрывается за ленью и прокрастинацией. Первое, что может скрываться за ленью — это усталость. Первое не по частоте распространения или по важности, это просто я так это расписала, ну и, наверное, я поставила это на первое место, потому что это причина, которую, наверное, легче всего обнаружить, легче всего ее протестировать на практике, чтобы понять, я все-таки устал или нет. На самом деле, действительно, довольно часто за ленью или прокрастинацией скрывается банальная усталость или не очень банальное выгорание. И иногда бывает сложно заметить себе усталость или дать себе возможность отдохнуть, поэтому вместо того, чтобы пойти просто отдыхать, вроде как говорят, что нет, я сейчас займусь делами, но на самом деле энергии-то нет, и поэтому начинаешь залипать в Инстаграм, начинаешь залипать в телевизор, там, в сериалы, в компьютеры, в общем, во все, что угодно. Это, на самом деле, довольно такой хороший признак того, что вы устали, когда вы занимаетесь вот такими вот затягивающими, засасывающими действиями, потому что сила воли — это тоже ресурс истощимый, чтобы оттянуть себя от притягательного такого экрана, потому что он на самом деле притягательный, очень много людей работают над тем, чтобы мы проводили как можно больше времени за ним, нужна сила воли. А когда человек устал, то и о силе воли говорить тоже не приходится. Если вы считаете, что это ваша причина, то я вам советую на всякий случай посмотреть мое видео про выгорание. А мы переходим к второму пункту. За линию или прокрастинацией может также скрываться протест. Протест либо против человека, который вам дал это задание, вы не можете ему прямо сказать, что вы не хотите это делать, поэтому вы всеми силами затягиваете сроки и саботируете. Либо же это протест против самого задания, когда вы, в принципе, не считаете это чем-то нужным, чем-то для вас полезным. Но по какой-то причине вы тоже не можете отказаться от этого, поэтому вы не особо стремитесь его делать. Это как бы логично, потому что раз вы не считаете, что это нужно, то ваш весь организм, ваш мозг тоже не видит необходимости тратить свою энергию драгоценную на что-то, что бесполезно. Третий пункт – это страх результата. Иногда мы прокрастинируем или ленимся, когда мы не хотим, собственно, получить тот результат, который должен появиться в конце этого задания. Здесь можно одинаково бояться и успешного результата, и провального результата, потому что при провале, ну, понятно, это будет просто не очень приятно, а, возможно, это будет и очень неприятно, потому что вам, может быть, тогда придется столкнуться с тем, что вы не настолько хороши, как вы хотели бы быть, или каким вы хотели бы казаться, вы, может быть, не настолько умны, не настолько компетентны, а могут быть, в общем, страхи, связанные с этим. Страх успеха, иногда это кажется парадоксальным, но на самом деле успех – это тоже довольно такое сильное испытание, потому что из-за успеха довольно много чего может измениться. Может измениться на самом деле, может быть, и не измениться, но вы верите в то, что изменится. Поэтому всё новое вызывает опасения, и прокрастинация может возникать именно из-за этого. Четвёртый пункт – это та ситуация, когда мы прокрастинируем, отказываем дела на это потом, ради того, чтобы накопить немножко ресурса, найти идеи, найти вдохновение. Вы, может быть, замечали за собой, что иногда перед вами какой-то сложный проект, и вы никак не можете к нему подступиться, но вы прям не знаете, с чего начать, как-то в голове пусто. А потом в какой-то момент вы вот так вот ходили-ходили по кругу, смотрели в Инстаграм, ещё что-то делали, и в какой-то момент вы садитесь и начинаете делать этот проект, потому что вам в голову пришла идея. В какой-то момент был такой вот клик, и всё стало ясно, всё как-то разложилось по полочкам. Наверное, это такой самый позитивный вариант, и хорошо бы его за собой заметить, чтобы в такие моменты, когда вы просто ищете ресурсы, и в итоге вы делаете хорошую работу, чтобы вы себя не шпыняли, чтобы вы понимали, что это такой же процесс работы, он имеет место быть. И последняя причина, пятая, если я не ошибаюсь, это такой страх расстаться с идеальным образом себя. Вот знаете, иногда бывает, что учителя говорят, или преподаватели, у вас очень умный ребёнок, он талантливый, но, к сожалению, не очень старается. Или вот хорошая работа, но надо было бы поработать на ней ещё немного, а так не дотяну. И это даёт такой образ этого человека, что он на самом деле умный и талантливый, он реально много чего может. Ну вот да, немножко ленивый, но на самом деле, если это постоянная ситуация, то в расчёт надо принимать и вторую часть проблемы, а именно то, что не может человек, не может он сделать лучше, не может он постараться больше. Его уровень энергии, его уровень ресурсов, он именно такой. Это такая же часть личности, как и ум и талант. Но расстаться с этим образом, хорошим, идеальным образом, такого талантливого, гениального себя бывает очень трудно. И иногда бывает проще себя ругать, себя гнадить, испытывать чувство вины из-за того, что ты так плохо стараешься, но при этом всё равно считать себя очень талантливым человеком. Потому что обратная сторона этого будет признать, что никогда ты не сможешь получить самую высокую оценку, никогда ты не сможешь сделать идеальный проект. ты всегда будешь давать вот такой вот результат, иногда чуть получше, иногда чуть похуже, но вот так. И тогда вместо чувства вины приходит грусть, потому что нужно попрощаться с тем образом себя, который был, признать свои ограничения, признать, что ты не идеален, не так идеален, как хотелось бы, и жить с этим дальше. Поэтому вот в этом случае лень или прокрастинация, они приходят как защита такого идеального образа себя. Ну и, конечно же, я вас не отпущу без того, чтобы рассказать, что со всем этим делать. Конечно же, первый шаг — это осознать проблему и назвать её. Все эти пункты, которые я сейчас сказала, это уже огромный первый шаг, если вы поймёте, какой именно пункт относится к вам, если вы замечаете свой линию прокрастинации. Ну и потом, что можно с этим делать? Я дам несколько вариантов, каждый может выбрать тот, который подходит именно ему, в зависимости от того, какая была проблема и что кажется наиболее подходящим. Ну и вообще можно попробовать всё и методом пропала ошибок тоже найти то, что будет работать именно у вас, потому что, к сожалению, универсальных решений не существует. Итак, первая рекомендация, как бороться с прокрастинацией, это начать что-то делать. Самое сложное – это начать. Наш мозг – это такой ленивый товарищ, который, когда вы ему предлагаете сесть поработать или весело посёрфить в интернете, он выберет весело посёрфить в интернете, потому что поработать – это так ещё непонятно, когда за это будет какое-то вознаграждение. Зарплата в конце месяца – это вообще пустой звук. А вот весело посёрфить в интернете – это просто масса дофамина прямо сейчас. И если уговорить себя поработать хотя бы минут 15, прямо сказать, что я поработаю 15 минут, если не пойдёт, то не пойдёт и ладно, я тогда прекращу. Это будет не очень сильным населением собой, вы, скорее всего, сможете себя уговорить поработать просто 15 минут. Но ради чего это всё затевается? Это затевается из-за того, что всё-таки, несмотря на то, что мозг – это ленивый товарищ, он всё-таки любит, когда у него что-то получается. Поэтому, когда вы будете работать хотя бы чуть-чуть, когда вы сделаете хотя бы маленькое первое задание, у вас выделится тот же самый дофамин, гормон радости, и вам станет приятно, и от этого повысится мотивация, и появится мотивация делать что-то следующее, и следующее, и следующее, и так далее. Вы будете чувствовать себя молодцом, и, соответственно, продолжите делать вашу работу, а прокрастинация уже не будет казаться такой притягательной. Иногда прокрастинация из моего первого примера, когда кто-то, может быть, начинает убираться, или готовить, как я, или делать ещё что-то полезное, это, в принципе, тоже неплохой вариант, потому что, когда вы делаете такие полезные дела, у вас тоже вырабатывается этот дофамин, вам тоже становится приятно, и появляется ощущение, что вы сделали что-то хорошее, что-то нужное за сегодня, и, может быть, тоже появится мотивация наконец-то заняться и работой. Второй пункт – это антирасписание. Это решение особенно подойдёт тем, кто считает, что его прокрастинация или институт с усталостью, и перфекционистом, потому что перфекционисты – это те люди, которым особенно сложно остановиться, оставить свой проект не в идеальном состоянии и всё-таки дать себе немножко отдохнуть. Поэтому антирасписание, переходим к основному, это расписание, в которое вы включаете отдых. В обычном расписании мы включаем только списки дел. Кого-то это мотивирует, а некоторых людей это нервирует и не даёт им расслабиться. Поэтому ставьте наравне с делами, ставьте себе и паузы. Паузы на кофе, паузы на сериал, паузы на то, чтобы позвонить другу. Давайте другу позвоним на всех случаях. На всё, что угодно, всё, что вам доставляет удовольствие, всё, что вам поможет переключиться и немножко подсобрать ресурсы, которые вы истратили в течение рабочего дня. Иногда это реально замкнутый круг, потому что человек думает, ну вот я сейчас и так ничего не делал, я целый день сидел в интернете, не работал вообще ни секундочку. Соответственно, какой мне отдых? Я уже, считай, целый день отдыхал. Но если вы отдыхаете вот с таким вот чувством, вы постоянно себя критикуете за это, вот прям гновите, то это не отдых. Отдых — это когда вы делаете то, что вам хочется, то, что вам приятно, и вы получаете от этого удовольствие. И третий пункт, третья рекомендация, она противоположна первой. Это будет начинать с самого сложного. То есть если первая рекомендация была начать хотя бы с чего-то, поработать хотя бы 15 минут, может быть, начать с какого-то маленького дела, чтобы получить этот заряд дофамина и продумать, то этот пункт говорит о том, что иногда бывает такое, что нас пугает именно самое сложное задание, самая большая часть работы, в которой как-то не знаешь, как подступиться. И если мы откладываем ее на потом, то напряжение постоянно растет. По мере того, как мы делаем все предыдущие задания, не приближаемся к этому страшному последнему пункту, напряжение все больше растет, и все больше хочется как-то сбросить это напряжение в соцсетях или на кухне, или еще где-то. Поэтому, если вы замечаете за собой именно такую прокрастинацию, то вам будет хорошо начать день именно с самого сложного задания. Тогда вы его сделаете, у вас появится просто огромный заряд бодрости и мотивации от этого, и дальше вам будет уже делать гораздо проще, не будет ощущения этого до бокового мяча над вашей головой. По-моему, этот способ называется «Съешь лягушку с утра?» Что-то такое. Это то, что я хотела сказать сегодня про олени и прокрастинацию. Надеюсь, это видео было вам полезно. Я знаю, что эти две проблемы, эти два запроса, они очень часто встречаются в кабинете у психолога. Реально многих людей тревожит их прокрастинация. Поэтому, если я смогла хоть чуть-чуть кому-то помочь, то я очень-очень рада. Ставьте лайки, если я смогла рассказать, что полезно для вас. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. И напишите мне в комментариях, какие другие темы вас интересуют, на какие темы вы бы хотели посмотреть видео на моем канале. Ну и всем пока! До встречи в следующих видео!